МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однажды, прогуливаясь по своим бескрайним владениям, Шэнь-Нунь долго плутал среди неприступных горных вершин. Истомившись от жажды, он присел отдохнуть возле небольшого деревца, листья которого источали чудесный аромат. Внезапно подул сильный ветер, и с ветви деревца сорвался молодой листочек, который плавно опустился прямо в чашу с чистой родниковой водой. Попробовав получившийся настой, император был восхищен его нежно-зеленым цветом, удивительным вкусом и необычайно приятным ароматом. Сделав всего несколько глотков, он тут же ощутил прилив сил. Эта древнекитайская легенда описывает появление чая в истории человечества. Цейлонский чай – это не просто один из сортов. Уже давно это устойчивое словосочетание стало знаком качества истинного чайного вкуса. Впервые в Европе цейлонский чай появился в начале 19 века в Англии. Британцы и сейчас являются истинными ценителями чая, а тогда, в 19 веке, они просто помешались на этом напитке. Самым качественным и дорогим цейлонским чаем считается высокогорный чай, который растет в районе Нувара Элии. Туда мы и отправились, чтобы посмотреть, как же его выращивают. От Канди мы взяли путь на Рамбоду. Нам предстояло проехать чуть меньше 100 километров. Время в пути приблизительно 3 часа, учитывая многочисленные остановки в красивейших местах. Дорога эта от Канди до Рамбоды – самая живописная на всем острове. Восторгаться можно каждым метром. Дело в том, что пролегает она среди изумрудно-зеленых чайных плантаций, это просто зеленый, махровый и невероятно красивый живой ковер. Полюбуйтесь! История самого известного чая, который приходит к нам из Шри-Ланки, начинается с начала XIX века, когда был собран первый урожай. До 1972 года Шри-Ланка назывался Цейлоном. Оттого и самый лучший чай носит название Цейлонский. Причина того, что был посажен чай в том году, в котором погибли все кофейные плантации Цейлона, погибли от вируса, которому чайные деревья подвержены, быть не могут. Очень красиво. Наконец мы увидели настоящую Шри-Ланку. Наконец настроение у нас поднялось. Из нищеты, из грязи, из суматохи, из какой-то запаха невыносимого. Мы выбрались на природу, на красоту. Озера, водопады, цветы, чайные плантации. Все, что произносит впечатление яркое. Не забывайте. Чайные плантации располагаются в горах. При этом качество чая зависит от того, насколько высоко над уровнем моря находится плантация. Чем выше, тем больше урожай, тем душистый чай, тем он дороже и качественнее. Совсем высоко располагается чай горный, самый дорогой, самый душистый. Урожаи его невелики, однако вкус действительно изысканный. Особенно вкусным чай становится от того, что существует большая разница дневной и ночной температуры. При этом чай очень медленно растет. Недалеко от Нувара Элии мы посетили еще одну плантацию чая – Маквус. Маквус Лабукелия – это первая фабрика по производству черного чая в Шри-Ланке, основанная в 1841 году. Этот чайный центр расположен примерно в полутора тысячах метров над уровнем моря. Увидев нас, сборщицы тут же бросили свою тяжелую работу и бросились к нам позировать. Денежки от туристов им достаются гораздо легче. Чтобы получить качественный чай, листья должны быть переработаны в течение суток после их сбора. На сегодняшний день чай и кофе производятся в Шри-Ланке в огромных количествах. Это самый большой поставщик качественного чая в мире. При этом владельцы плантаций изобретают все новые и новые сорта, увеличивая не только количество и качество, но и разнообразие чаев во всем мире. На Цейлоне всегда считалось, что сбор чая – это исключительно женская работа. На плантации работницы выходят ранним утром и поздним вечером, когда не слишком жарко. Работа эта неблагодарная и малооплачиваемая. Чайные плантации Цейлона! И все наши! Путешествуя по огромным провинциям острова, наблюдаются бесконечные горные склоны, засаженные чайным кустом. Чайных плантаций в этом районе очень и очень много. Кстати, все плантации принадлежат государству, но сдаются в аренду на длительный срок частным предпринимателям. В настоящее время Шри-Ланка находится на третьем месте в мире по производству чая и на первом по экспорту. Остановились у водопадика. Таких тут в горах огромное множество. Вода чистая, прозрачная, хорошо освежает жадкий день. Правда, купаться оказалось небезопасным. В воде кишмяки шаткият. Заехали на старинную чайную фабрику отпробовать настоящего цейлонского чая. Тут показывают фабрику и бесплатно угощают чаем. Естественно, потом предлагают купить. Чайную фабрику и бесплатно угощают. После шушку, это получает 600 килогурки. На два дня, это получает 600 килогурки. После шушку, пока они будут ехать. Покупить. Покупить 20 минут. Далее. После шушку. Заведывается с Сами Маликли по-старе Сами Маликли Один чай, самая квалиная, но другая После заправления, ферментаси Но для Силовича с двигателя Мы не перименем. Мы не перименем. Только пара. Потому что черный чай, перименем. Черный чай, акселоний чай, это же театр, одинаковый, но в другом процессе. Черный чай, перименем? Да. После 20 минут, перименем. Применем на ливе бензе, в течение двух пинец. Посмотрите на альфа, вода бензе. В течение двух пинецеха Это театр, потом это иск. И опять сахар. Мик. И так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok